Девушки отдыхают Абдулрахман Дудаев против Алексея Наумова. Бой за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе лиги WFC. И вот начинается этот поединок. Сразу же лоу-кик от Абдулрахмана. Лоу-киком отвечает уже Алексей. Обмениваются ударами. С дистанции провел Абдулрахман. И сам же пропускает навстречу. А вот уж начинается поединок. Очень интересно. Сразу же бойцы приступают к активным действиям. В принципе Абдулрахмана мы так и знаем. Он всегда готов выкладываться в каждую секунду боя. В каждый момент боя. Абдулрахман базовый боксер. Который очень классно интегрирован в смешанное единоборство. Уже полностью перестроен боец. Который не очень хороши переходы. Как раз из ударки в борьбу. Из ударки в бросковую составляющую. Ну и конечно этот невероятный темп. Который он постоянно поддерживает. Кардио. Которое позволяет ему его поддерживать. Безумное количество ударов. Которые он выбрасывает. Размашистый апперкот мимо. Боковой блок. И тут же еще одна комбинация. И у Абдулрахмана действительно. Асламбека она потрясает. Абдулрахмана количество действий. Постоянная работа. И Абдулрахман в своей красе. Фронт кик и туда же удар справа с одноименной руки был. И потом подхватил атаку соперника. И чуть было не провел тейкдаун. Абдулрахман воин Дудаев. Алексей Наумов перед этим боем отметил, что не считает Абдулрахмана самым серьезным соперником в карьере. Что были у него оппоненты и посерьезнее. Интересное заявление. Да, да. Именно так выразился Алексей. Ну я вам скажу, кстати. Фронт кик еще один. Точное попадание с левой ноги от Абдулрахмана Дудаева. Ну и, кстати, многие любители смешных кинобросов очень ждут второго боя. Саид Мурмагомедова против Абдулрахмана Дудаева. Но мы уж точно можем сказать, что это, наверное, будет не состоится. Да, потому что планировался реванш. Назначен он был на сентябрь или на октябрь. Но Саид решил уйти в другую организацию. И, пожалуйста, есть тейкдаун от чемпиона мира Европы по боевому самбо. Да, решил уйти в другую организацию, но я так понимаю, по сей день не подписан. Все-таки там как-то зависла ситуация. Давай, посмотрите, как Мертушка пробивает его. Ключо она приходится, но очень зрелищно. На выходе безумный удар. И ручит весь колледжей. Снова попадание. Кстати, все бои Абдулрахмана Дудаева по прозвищу воина, они, конечно, суперэмоциональны. И постоянно поднимают всю аудиторию, кто присутствует при его поединках, на ноги, те, которые еще даже успевают подпрыгивать. И это, конечно, все Абдулрахман Мойн-Дудаев. Очень такой, конечно, заряженный парень. И никогда он не проводит свои поединки даже на средней волне. Ну и нужно отметить весогонку, которая оказалась самая легкая за последнее время для Абдулрахмана. О, левый, хайки, хайки. И чем после правой руки выброшенной классической комбинации из кикбокса. Здорово исполнилась сейчас Абдулрахман. Ну и, конечно, надо отдать должное Алексею. Очень много ударов он на себя принимает и умудряется провести тейкдаун. И сейчас Алексей, да, зацеп ноги осуществил. И правильно очень воспользовался этим моментом. И за ним тейкдаун. Что дальше будет в партере? Абдулрахман очень активен снизу. Всегда быстро поднимается на ноги. Долго не зависает как раз именно в этой стихии боя. Да, невероятно тяжело удержать его в этой позиции. Но все-таки вот, пожалуйста. Да, и вот то же и происходит, о чем мы сказали. И тут же очень сильный удар справа. Добивающий удар, амплитудный. Абдулрахман, конечно, невероятно. И будет и попытка у решающего. Это его коронный прием гильотина. Гильотина, но при этом нужно растянуть, конечно, было. Да, ну и сам Алексей, конечно, чувствует эти моменты в партере. Очень опытный парень. Напомню, он чемпион мира по боевому самбо, но неофициальной версии. И вот как раз ее называют еще в народе Абдулманаповская версия. О, опертоты боковой дистанции от Абдулрахмана Дудаева. Это да, Абдулрахман просто разносит. Обескуражен, конечно, немного Алексей. Пока лишь только тейкдауны. Его главное оружие. Ну и давайте все-таки честно представимся. Многие предвидели именно такой поединок. И что Абдулрахман, воин Дудаев будет доминировать по всем показателям. И, может быть, досрочно завершит этот бой. Но есть соперник, Алексей Наумов. Он действительно в улей случая. Он оказался в качестве претендента. И, конечно же, ему хочется все показать, на что он способен на сегодня. И постараться все-таки завоевать титул. Поэтому здесь досрочно отдавать победу нельзя. Это некорректно. Хотя мы с вами понимаем, что Абдулрахман, воин Дудаев действительно явным фаворитом является. Прекрасный первый раунд мы с вами увидели, уважаемые друзья. Это, наверное, лучший раунд сегодняшнего турнира. Хотя вот в предварительной части было немало очень зрелищных поединков. Давайте вспомним, что Абдул, наверное, уже ближе к середине и к концу. Но вот сейчас... Ну, Абдул, Абдул, давайте вспомним, что Андеркарт был и Прелимы. Были потрясающие сегодня. Граниозные, действительно, граниозные поединки. И какие были конкурентные бои. И сколько было досрочных завершений. Да, действительно, это было так. Но все-таки Абдулрахман это, как говорится, зверь. Особенная природа, так говорится. Он отличается от других. Вот эта энергетика на его боях, она совсем другая. И вот эта атмосфера, она, конечно, впечатляет. Да, зверь тот, который породой еще по сей день его невыносимого. Что-то отдельное. Очень он, конечно, неповторимый. Неповторимый. И, смотрите, свип здесь, какой происходит великолепный. Перевернул по инерции. Очень классно, очень четко Абдулрахман своего соперника. До этого был очень качественный тейкдаун от Алексея Наумова. Все-таки это борцовская база, она дает о себе знать. Находится в позиции гарда Абдулрахман Дудаев, добивающий удар слева. Абдулрахман во всей красе. Что он вытворяет? Он просто доминирует по всем показателям. И разрушает всю защиту Алексея Наумова, украинского бойца. Который очень много ударов сейчас пропускает. И очень близко, который отходил и бой закончил. Становится новым чемпионом лиги WFCA. Это победа, это победа, уверенная, сокрушительная и по всем статьям. Ну и действительно, тот высокий процент, который предполагал, что этот бой закончится досрочно в пользу Абдулрахмана Дудаева, были правы. Мы этим не отличались и были в этом высоком проценте вместе со Сланбеком Бадаевым. Ну и конечно же стоит поблагодарить Алексея Наумова за то, что он вышел на этот поединок. Попытался конкурировать с топовым бойцом не только лиги страны, но и мира. Потому что очень многообещающий боец Абдулрахман Дудаев. И я уверен, он не затерялся бы ни в одном промоушене. Да, ну а мне очень нравится, что в черной раз Грозненский колизей был практически забит под завязку. Под пять тысяч. Особенно в автомобиле. Болельщиков. Да, ну и это конечно же особенно высокий интерес. Турниру. Напомню вам, что это был завершающий турнир 2017 года от Мировой Лиги Ахмад. Теперь мы встретимся с вами в будущем году, в феврале месяце, на не менее грандиозном турнире. Да, действительно, там ожидаются два чемпионских боя. Так же, как и сегодня. И ряд интересных противостояний. Жиган остановил бой через минуту и одиннадцать секунд второго раунда. Техническим нокаутом Дадьми Паре одержал победу и стал чемпионом Лиги Табуне в теми шайшем пете Абдулрахман. Боит! Все очень заслуженно и по делу. Поздравляем Абдулрахмана Дудаева. Снящее выступление. Ну и турпло отдачает новоявленный чемпионат.